Доброе утро! НРБК региональные новости. Мы вещаем из Ателя Ширатон Блаза в студии Маргариты Гафарова. Сегодня в Уфе на боевое слаживание проводят башкирскую артиллерийскую батарею имени Алексея Сухорукова и медицинскую роту имени Ахмеда Давлетова. Новые подразделения войдут в состав мотострелкового полка Башкортостан. Торжественная церемония отправки бойцов состоится в 10 часов на Советской площади. Алексей Сухоруков, уроженец Стерлитамакского района, герой Советского Союза, прошел всю Великую Отечественную войну. Был командиром артиллерийской батареи. Ахмед Давлетов, военный врач, командир медико-санитарного эскадрона 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Ну и напомню, на прошлой неделе на боевое слаживание отправились башкирский танковый батальон имени Сергея Зорина и зенитно-артиллерийская батарея имени Шарифа Сулейманова. Они также войдут в состав башкирского мотострелкового полка. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы обязало Госкомитет Башкортостана по конкурентной политике и Управлению капстроительства мэрии Уфы аннулировать торги на благоустройство аллеи перед зданием Театра Кукол. В ходе внеплановой проверки сотрудники ведомства обнаружили нарушения в закупочной документации. В конкурсе объединили в один лот разные по функциональным и технологическим характеристикам работы, что привело к ограничению конкуренции и сокращению числа участников торгов. Так, например, заказчик требует озеленить территорию, провести строительно-монтажные работы, установить систему видеонаблюдения, освещения и малой архитектурной формы. В антимонопольной службе также подчеркнули, что по данному факту будет возбуждено административное дело. Напомню, в середине мая победителем торгов стала уфимская компания «Урал Агротехсервис». Она была одним из трех участников и снизила цену на 2 миллиона рублей до 102,5 миллионов. Другие предлагали выполнить услуги без дисконта. По проекту на аллее должны появиться миниатюры мавзолея Турахана, Каповой пещеры, горы Юрактау и Инзерских зубчаток. Замки, башню и арку, которые уже имеются на территории, отреставрируют. Дополнят экспозицию миниатюры известных архитектурных сооружений России, вошедших в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы профинансируют из бюджетов Уфы и Республики. Первое в этом году выездное заседание Ассоциации застройщиков состоялось на одном из объектов Треста КПД – жилом комплексе «Новая Дема». Премьер-министр Андрей Назаров предложил руководству предприятия пойти по пути многоэтажного строительства из сверхкрупноразмерных железобетонных модулей. Технология позволяет производить уже готовые квартиры, что приводит к снижению сроков строительства до нескольких месяцев. При этом качество дома заметно возрастает. Модуль представляет собой полностью отделанное помещение свободной планировки со встроенными в него инженерными сетями. По нашим первичным прикидкам ТЭО получалось, что оборудование для модульного домостроения купить, плюс затраты при строительстве, начиная от кранов и все остальное, было такое же, как однослойная новая панель, однослойная панель, утеплитель, вентилируемый фасад. Почти один в один. Качество – да. Качество, оно, в общем-то, достаточно быстро будет жителями оценено. Второе, ну, это может повлиять в итоге и на стоимость, и даже при равной стоимости, например, сегодняшнем, скажем, панельном, если жильем, то за счет того, что все будут понимать, насколько это качественно сделано все, то, в общем-то, уже при этом будет выбор в пользу панельного, вернее, модульного жилья. Напомню, в прошлом году в Башкортостане построили 3 миллиона квадратных метров жилья. В этом году по сравнению с аналогичным периодом 22-го объем строительство в республике сократился на 5%. Причем крупнейшие застройщики региона снизили темпы на четверть. Турецкий инвестор рассматривает возможность строительства экспортоориентированного мукомольного завода совместно с крупной башкирской компанией. Информацией о переговорах поделился представитель турецкой фирмы «Имаш» в России во время встречи с главой Минсельхоза республики Ильшатом Фазрахмановым. Стороны обсудили также реализацию проекта строительства завода по производству оборудования для зернохранилищ, чистки и сушки семян, выпуску муки и круп. Весной его презентовали инвестиционному комитету республики. На реализацию потребуется 7,5 миллиардов рублей, 2,250 миллионов – собственные средства инвестора. На новом предприятии создадут более 200 рабочих мест. И вот по словам Мустафы Аскылыча, компания обладает всеми необходимыми компетенциями в глубокой переработке сельхозсырья. И ранее он озвучивал свою точку зрения на перспективы республики в этом направлении. Так, по его словам, пшеницу третьего класса можно перерабатывать в Башкортостане, а готовую продукцию экспортировать. Может быть, как фруктозу, как мальтозу, как крахмал, или же как спирты, биотенол, лизин. Все можно производить здесь и поставлять уже переработанную продукцию. И если вы поставляете лизин, вы можете работать уже не только с сельхозсектором, не только с АПК, но и с другими отраслями экономики. Потому что это и в текстильной промышленности используется, и в производстве гипсокартона, в различных строительных материалах, вплоть до целлюлозы. Своё производство турецкий инвестор планирует разместить в индустриальном парке Уфимске. Однако для ускорения процесса строительства сейчас рассматриваются и другие площадки. Одна десятая процента общего объёма производства мёда в республике приходится на бортевой. В зависимости от сезона получают примерно до 10 тонн такой продукции в год. Из них около 4 тонн приходится на Бурзянский район, сообщили в региональном медсельхозе. Традиционный промысел также сохранился в Ишимбайском, Иглинском, Дуванском, всего в 8-9 районах республики. Доля бортевой пчелы от общей численности пчелосемей составляет полпроцента. Для её разведения, а живут они в дуплах деревьев, необходимы определённые природно-климатические условия. Зачастую старинной формой добычи мёда занимаются целые династии бортников, а умения передаются из поколения в поколение. Более широкое распространение получило в республике сейчас колодное пчеловодство. Их можно поставить рядом с населённым пунктом, рядом с лесом и так далее. То есть можно их перевозить и так далее. Вот это направление у нас, конечно же, на сегодняшний день развивается. Средняя рыночная цена, например, одного пчелопакета нашей популяции где-то составляет порядка пчелопакета 4-х рамочного. Это 5-6 тысяч рублей. Даже за 7 тысяч есть. Это вот такие цифры. Что касается пчелосемии, тоже где-то 8-10 тысяч рублей. Что касается колоды, где-то порядка 12-14 тысяч рублей. Часть расходов владельцы таких пасек смогут возместить благодаря субсидиям. Порядок их предоставлений на днях утвердило правительство республики. На развитие колодного противового пчеловодства выделят около 20 миллионов рублей. Средства можно будет направить на компенсацию части затрат на покупку племенных и товарных пчел башкирской популяции, а также колод для них. А также часть расходов на проведение экспертизы меда и генетического материала пчел. У меня на этом все. Хорошего дня. Всего доброго.